17-я сессия Брестского городского совета депутатов прошла в городе над Бугом. На повестке открытого диалога народных избранников, подведение итогов эффективности работы в году ушедшем и определение перспективных задач для текущего года. Шесть вопросов, первый из которых – совместная работа горосполкома и депутатского корпуса с населением в рамках директивы президента по дебюрократизации государственного аппарата. Один из важнейших элементов указа – проведение прямых телефонных линий и приемов граждан по личным вопросам. За 2015 год администрациями и руководством областного центра были приняты к рассмотрению порядка 5,5 тысяч обращений граждан и юридических лиц, что, к слову, более чем на 11% больше по сравнению с 2014-м. Проанализировав все и вышестоящие обращения, можно сказать, что эта цифра говорит об открытости и доступности городской власти. В других областях увеличено количество обращений в вышестоящие организации. У нас идет уменьшение. Общее количество в сравнении с 2014 годом увеличилось на 210 обращений. Учитывая экономические и политические особенности года, рост на 7% можно считать незначительным. Как самое основное – это, конечно, активизация работы с обращениями граждан. Здесь мы, конечно, уделили этому вопросу самое пристальное внимание с той точки зрения, что очень расширили представительство депутатов и при проведении прямых телефонных линий в газетах, и мои прямые телефонные линии, плюс, конечно же, это выездные приемы и депутатов, и председателя городского совета. И здесь у нас очень большая положительная статистика. Несмотря на довольно непростую экономическую ситуацию в стране, те цели и задачи, которые ставили перед собой брестские депутаты, во многом были успешно достигнуты и выполнены. Под пристальным вниманием народных избранников была сфера жилищно-коммунального хозяйства, вопросы благоустройства территорий, наведения порядка на земле. Особый акцент в работе был сделан на реализацию молодежной политики и содействие популяризации здоровому образу жизни. В частности, проблеме сохранения и создания рекреационных зон. Депутаты дали почин тому, что, конечно же, в первую очередь городской исполнительный комитет взялся за дело, и к началу оздоровительного или купального сезона в Красном дворе был оборудован пост спасательный, и эта точка отдыха была уже официально узаконена. Вопросы внутрихозяйственной деятельности, уточнение бюджета на 2016 год, дальнейшая работа на избирательных округах и участках. Эти и многие другие актуальные задачи стали планом работы очередной сессии, по итогам которой был принят ряд соглашений и решений.